Приветствую вас. Первое, о чем мне хотел бы вам рассказать, это о страхе. Понимаете, вы не можете уйти с работы, потому что боитесь. Чего вы боитесь? Боитесь, что вы привычного места, бюджета и так далее. Вы тяготете к стабильности и это нормально. Резких движений делать здесь не стоит. Необходимо последовательно реализовать каждый элемент того, что вам нужно сделать. А именно. Ну, во-первых, нужно посмотреть, чем вы хотите заниматься, не увольняясь с работы до начала. То есть вы, оставаясь все-таки еще там, где вы работаете, параллельно с этим, вы все-таки еще подумаете над тем, как бы вам все-таки вот, знаете, как бы вам найти какое-то другое место работы для себя. Подумайте, где бы вы могли там, реализовать себя, что бы вы могли сделать, чтобы вот как-то, значит, начать реализовывать свои какие-то потребности, да, и так далее. Об этом стоит подумать, об этом нужно подумать. Об этом не торопясь, не торопясь уходить с работы. Это первый момент. Второй момент. Для того, чтобы уйти с работы, нужно обязательно, ну, изнаточная обязательно мотивация. Вам нужна мотивация для того, чтобы вам необходима мотивация для того, чтобы сделать то, что вы хотите. А мотивации пока недостаточно. То есть вы хотите что-то сделать, но вам это не кажется достаточно важным, достаточно значимым. В общем, чем-то таким, ради чего стоило бы, например, менять свои... Соответственно, необходима работа с мотивационной сферой. Мотивационная сфера, то есть придание как можно большего количества смыслов тому, что вы хотите сделать. Вы хотите поменять в жизни, как вы говорите, всё. Что есть это всё? Для чего вы хотите поменять в своей жизни всё? Почему вас, например, не устраивает то, что есть сейчас? И так далее. Всё вот это нужно для себя чётко понимать. И поставить себе цель. То есть, что конкретно прямо выписать. Что конкретно вы хотели бы поменять в своей жизни? Почему и для чего? И чем счётче вы будете представлять себе условия и требования для реализации целей, которые вам нужно достичь, тем легче вам будет их осуществить. Всё задуманное вами будет легче осуществить, если вы будете понимать чётко, куда и к чему вы стремитесь, куда вы идёте. Вот этот момент тоже важный. Така у вас недостаточно мотивов. Чем больше смыслов вы придадите тому, что вам нужно сделать, тем больше вероятность того, что вы это сделаете. Дальше. Дальше. Теперь страх. Вы боитесь... Вы не написали чего вы боитесь. Вы сказали просто, что насыщенное место и бюджет. Это понятно, но это привлекательные стороны. Того места работы, где вы сейчас находитесь. А боитесь того же чего? И когда вы начинаете бояться? То есть, понятно, если вы сейчас вдруг внезапно резко уйдёте с работы, да, наверное, вам будет тяжело. Но резко и внезапно с работы уходить и не нужно. Потому что это, когда происходит что-то резкое, это всегда несколько травмирует человека. Поэтому давайте мы постараемся от резкого подхода, а именно так, я думаю, вам представляется смена жизни, отойти. Пусть ваши движения, ваша деятельность, ваши усилия будут идти в направлении постепенного, но неумолимого, неозвратимого, упорного, настойчивого и терпеливого движения к тому, чего вы хотите. А если так, то для начала нужно определить в себе следующее. Каковы на данный момент ваши возможности? Каковы на данный момент ваши возможности по, например, свободному времени? Сколько у вас свободного времени? Чем вы его обычно занимаетесь? И так далее. Для чего вам это нужно? Чтобы хорошо иметь представление о том, как вам правильно это время потратить и на что вам его потратить. Ведь если вы будете грамотно распоряжаться своим временем и усилиями, своими ресурсами, то поначалу вам, может быть, даже будет необязательно и работу бросать, ту самую, которую вы бросить до сих пор боитесь. Надо для начала заняться хобби, то есть тем, что вам нравится сейчас делать, то, что вам нравится делать сейчас, то, чем вы хотели бы заниматься. Но пока что только в свободное время и только тогда, когда вы не работаете, и тем самым вот это могло бы вам очень здорово задать, чтобы облегчить. Именно в том контексте, что вы бы постепенно перешли от одной работе, от одного вида деятельности, точнее, я бы так правильно сказал, от одного вида деятельности к другому, этот процесс был бы постепенно, и вам было бы легче переориентироваться не сразу, не скачкообразно, а именно вот так вот незаметно и постепенно для себя хотя бы. И тогда наименее безболезненным будет для вас процесс изменения в своей жизни. Но еще раз повторю вам, что самое главное, это понимание того, ради чего, для чего и почему вы хотите это сделать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.